Всем привет! Сегодня у нас вторая часть видео о выгоревшем изображении на Samsung Galaxy S-серии. Ребята, в 2021 году эта проблема стала более актуальна. Я вам скажу это по собственным ощущениям, потому что все больше и больше запросов к нам приходит. Как победить этот неитук, как его справить, где это сделать и какими методами. В этот раз мы очень хорошо подготовились. Вы задавали правильные и адекватные вопросы по данной теме, которые мы не озвучили в прошлый раз. Сейчас у нас есть несколько моделей устройств, различных линеек, различных операционных систем и различной степени выгорания. Подготовьтесь, видео будет длинным, где-то нудным, скучным, но вы получите исчерпывающую информацию по данному вопросу. Где найти программное обеспечение, кто его производитель, стоимость программного обеспечения и другие интересующие вас вопросы. Давайте приступим. Тут же приходим к процессу калибровки. Первым делом мне бы хотелось вам показать этот результат на примере Galaxy S9 Plus, имеющем значительное выгорание на дисплейном модуле. Обратите внимание, как переливается выгоревшее изображение в нижней части экрана. Также вы видите, здесь отобразилась практически вся клавиатура. Контраст грандиозный. Посмотрим, возьмет ли наше программное обеспечение данную неисправность. Следующим шагом нам потребуется настроить наше устройство. Переходим в настройки, сведения о телефоне, сведения ПО, выбираем номер сборки. Мы стали разработчиком. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы в настройках включить отладку по USB. Это важный момент для работы нашей программы. Отладка по USB включена. Успешно. Следующим шагом нам нужно выставить настройки дисплейного модуля. Заходим в дисплей, заходим в разрешение и выбираем VQ HD+, максимальное. Применяем его. VQ HD+. Наше устройство настроено. Как вы видите, программное обеспечение у нас называется NoName. Неизвестный производитель, неизвестный разработчик сделан для того, чтобы как можно сложнее было найти эту программу и приобрести ее именно у поставщика, который на нас вышел и его предложил. Интерфейс совершенно простой. Подключение устройства, начало калибровки, запись данных. Давайте приступим к процессу калибровки. Подключаем наше устройство. Пока устанавливается программное обеспечение, немного расскажу о данном программном обеспечении. Приобрел я его напрямую у поставщика. Оплату сделал через PayPal. Покупка производилась в Китае. Стоимость была около 1600 юаней. Два года назад это приблизительно было 14 тысяч рублей. На сегодняшний день данное программное обеспечение стоит порядка 300 долларов. Около 22 тысяч рублей. Плюс-минус перевод и возможность оплаты данной процедуры. Данное программное обеспечение актуально по сей день. Для мастерских и сервисных центров мы калибруем переклеенные дисплеи и выгоревшие. Порой клиенты оставляют свои БУ-дисплеи выгоревшие. Некоторые цехи дисплеев мы у клиентов выкупаем. И в случаях, когда клиент не готов платить 15 тысяч рублей за ремонт Galaxy Note 8, ставим такой дисплей с небольшими недостатками. А клиенту делаем скидку на установку нового дисплейного модуля. Следующим шагом нам требуется разрешить отладку для данного устройства. Финишная прямая. У нас устанавливаются крайние драйвера. Переходим к рабочему интерфейсу программного обеспечения. Как вы видите, у нас определилось устройство. И главное, вот эта строчка. При подключении устройства производится установка нескольких АПК-файлов, которые помогут нам при работе с данным устройством. Нажимаем клавишу «Начать работу». Опять производится установка очередного файла. Установка завершена. И мы увидели работу устройства. Как вы видите, запускается фирменное лицензионное программное обеспечение известного мирового бренда. Я специально, чтобы не получить по шапке, закрыл здесь несколько наименований. Мировой бренд одной из первых величин. Сейчас у нас запустилось калибровочное перекрестие на экране. И смартфон просит нас подождать некоторое время. Наше устройство готово к калибровке. Сейчас мы воспользуемся темным боксом, чтобы произвести данную процедуру. Давайте приступим. Позвольте мне познакомить вас с некоторыми конструктивными особенностями данного бокса. Он имеет определенные размеры. 23х16х19 см. Также он выкрашен в матовую акриловую краску, которая имеет минимальный коэффициент отражения лучей. Все это способствует более качественной калибровке. Для процесса калибровки нам потребуется второе устройство. Мы будем использовать Galaxy S9. В процессе я вам расскажу, почему это должно быть устройство линейки Galaxy S9 Plus и выше. Ищем в окружении наш Galaxy S9 Plus. Ребята, обратите внимание, у нас написано, что у нас подключено устройство Galaxy S9 Plus. Нажимаем «Начать съемку». Вот так вот будет выглядеть наш калибровочный процесс. Требуется именно Galaxy S9 Plus или S9 для того, чтобы произвести данный процесс. У них есть возможность съемки в ночном режиме. Сейчас мы расположим калибруемый и калибрующий телефон в одной плоскости и будем производить данный процесс. Для получения идеального результата нам потребуется как можно лучше отмыть поверхность дисплейного модуля перед размещением в боксе. Давайте приступим. Отправляем его в бокс. У вас могут возникнуть сложности, когда вы это делаете первый раз, или для тех, кто решит этим заниматься. Но все с опытом. Фиксируем и размещаем наш телефон один поверх другого. Производим центровку. Чем точнее, тем лучше результат. Наши телефоны соосно совмещены. Запускаем процесс. Как вы видите, начался процесс автоматической калибровки. Надеюсь, вам позволяет камера все это дело увидеть вживую. Обратите внимание, как многократно изменяется изображение на экране калибруемого устройства. Человеческий глаз. Вот я сейчас со своей точки зрения вижу каждый выгоревший пиксель, каждую выгоревшую область. И она прям для человеческого глаза бросается в глаза. Ну, если можно так выразиться, извините за тавтологию. Мне бы хотелось рассказать вам побольше о данном процессе. Данный бокс мы сделали собственноручно. По чертежам китайцев. Краску сами выбрали. Первые образцы у нас были выполнены из картона. Они были достаточно хлипкими. Хлопок дверью или шаги человека. И этот процесс сбивался. Методом проб и ошибок мы пришли к тому, что данная конструкция достаточно надежная. Что еще бы мне хотелось вам сказать по этому поводу? Данная процедура, она кустарная. Данная процедура, она не имеет стопроцентного результата качественного. Чем больше у вас будет опыта и попыток данной процедуры, тем более качественный результат вы будете получать. Скажу честно, были моменты, когда я хотел психануть и совершенно не заниматься этим. Но данная процедура востребованная, она актуальна на сегодняшний день. Программное обеспечение давно себя окупило и начало приносить прибыль буквально через 2-3 месяца. Это мое субъективное оценочное мнение, но CRM-система и цифры не дают врать об этом. Приблизительно около 70% или 80% азадочного изображения данная система позволяет убрать. Не знаю, как это делать при клиенте, чтобы он мог принять для себя решение, нравится ему результат этой работы или не нравится. Сразу хочу отметить, как результаты достигаются. Ребят, официальное программное обеспечение производителя мирового бренда. Не программа бесплатная из плей-маркета. Стоит понимать, ваш дисплей выгорел за несколько месяцев или лет активного использования. Никакая бесплатная программа из плей-маркета не сможет вам устранить эти замечания за 15 минут, за часы. Оно должно работать месяцами, чтобы убрать данное выгорание. Пока я вас посвящал в тонкости данного процесса, процесс калибровки как раз закончился. Сейчас мы ознакомимся с его результатами. Вы услышали сигнал о том, что процесс калибровки завершен. Сейчас мы в графическом виде увидим, на сколько процентов ушло у нас выгоревшее изображение. Итак, ребят, калибрующее устройство. Обратите внимание, он прочитал все пиксели, все области, которые смог распознать с помощью камеры. Явно выраженные области, помните, у нас там ровно в верхней части половины экрана. То есть до калибровки, после калибровки, до калибровки, после калибровки. Я готов предвкушать этот результат. Переходим к устройству, над которым мы работали непосредственно. Обратите внимание на розовый оттенок, оттенок клавиатуры. Видите, все считано. Если знать, куда смотреть, как бы все это явно бросается в глаза. Если не знать, куда смотреть, сейчас мы увидим результат. Как вы видите, есть клавиша «До», «После». Сейчас мы нажмем ее и посмотрим результат нашей работы. Результат просто впечатляет. Хочу отметить, что упала яркость изображения дисплея порядка 10%. Может быть, даже меньше. Возможно, поменялся немножко баланс. Упал в сторону синего. Но, ребят, 90% розового изображения просто ушло. Это не магия. Это не волшебство. Это работа программного обеспечения. Следом у нас на очереди будет Samsung Galaxy S9+. Сейчас мы специально понизим яркость видеоизображения, чтобы вам более наглядно было видно существующую проблему. Повторяем те же самые операции по установке программного обеспечения смартфон. Снова размещаем калибруемый телефон в нашей самодельной камере. Центруем оба смартфона и повторяем процесс. Как видим, и в этот раз у нас получился отличный результат. Большая часть выгораний ушла и стала неразличима от очевидческого глаза. Если бы я впервые взял в руки этот телефон, то даже бы не понял, что с ним производилась подобная операция. Продолжение следует... Ну что, ребят, давайте подводить итоги. Данное программное обеспечение работает. Калибровка дисплея прозводится от 12 до 15 минут, в зависимости от опыта оператора. Далее. Оно актуально на сегодняшний день, потому что оно пусть и старенькое. Это старая версия у нас. Она была приобретена в 2018 году, но она работает. Galaxy S8, S8+, S9, S9+, Note 8, Note 9 на 9-ом андроиде. Он позволяет калибровать на ура. Galaxy S10 на 9-ом андроиде не работает и выше. Но в Москве есть ребята, у которых я узнал, что у них такая же версия программы, если они оказывают услугу. Но они работают только с мастерскими и сервисными центрами. С физическими лицами они не работают. Я пытался найти данную программу в интернете по запросу. Среди наших поставщиков задавал вопрос в декабре 2020 года и в феврале 2021 года. Ответа мне не дали те поставщики, которых я приобретал в данном программном обеспечении. Считаю, что своих денег оно стоит. Если поставить данную услугу на поток, можно ее применять. Если найти свежую версию программного обеспечения, у вас будет зазор на 2-3 года вперед. Далее, из минусов. Данная технология несовершенна. Кустарное производство, все вручную настраивается, малейшее воздействие на поверхность может произойти сбой. Также программное обеспечение достаточно некорректно работает. От платки к плате. То есть, где-то разные загрузчики, где-то разные версии Samsung Essential, где-то быстрее подхватывало программное обеспечение, настройку установки, где-то дольше, где-то проходилось перезапускать этот цикл неоднократно. Данное программное обеспечение вы можете легко найти в интернете и приобрести. По запросу, вот вам небольшая вставочка из браузера. Все есть, все рассказано, его действия, его поддержка. Как только выйдет новая версия данного программного обеспечения, я его железно приобретаю к себе в сервисный центр, потому что данная услуга у нас стоит на потоке. Мы занимаемся и переклейкой, и восстановлением дисплея. Также данные устройства прилетают к нам по почте. По аутсорсу мы их делаем. Удаляем остаточное изображение. Если у вас остались вопросы по данной теме, оставляйте их в комментариях по данным видео. Будем рады вам на них ответить. Увидимся у нас на канале. Всем пока.